свобода от внешнего как я уже много раз отмечал очень полезно находясь здесь осознавать настоящий момент и свое присутствие в зале чувствовать неактивность мышления но свое глубинное присутствие без которого не возникла бы мысль просто ощущаете то что нельзя четко определить измерение вас не имеющие ничего общего с персоной но без которого персона не существует измерение не имеющие ничего общего с эмоциями но без которого эмоции не было бы измерение не имеющие ничего общего с мыслью с ощущениями но без которого не мысль и не ощущение не возникли бы это присутствие оно неотделимо от глубины того что мы назвали настоящий момент который весь здесь и который гораздо больше чем поверхность текущего момента в измерение глубины вы настоящий момент едины это понимание звучит примерно так вы сейчас в глубинном смысле едины когда я писала сила настоящего я еще не выражал это такими словами и к сожалению они не вошли в книгу в нашей жизни есть нечто неизменное можно назвать его словом сейчас пространство сейчас не то что происходит в этом пространстве но глубинный его уровень это то кто есть в своей сущности не имеющие формы измерения духовное измерение суть духовности в том чтобы чувствовать все вышесказанное как задний план своего бытия тогда вы становитесь менее зависимы от внешнего великое освобождение не зависеть от счастья или от запасы сил или от самоосуществления все это внешне она приходит и уходит тема сегодняшней беседы так и называется свобода от внешнего в качестве введения это займет около минуты я бы хотел прочитать короткую суфийскую историю суфизм очень миролюбивое ответвление мистиков в исламе скором времени одной из наших встреч я намереваюсь посвятить суфизму и так читаем историю основанную на реальных событиях и касающиеся свободы от внешнего она называется раб без мастера один дервиш в заплатанном одеянии с лицом потемневшим от солнца забрел в город куфа где на него обратил внимание некий торговец торговец заговорил с ним и решила что это видимо чей-то потерявшийся раб у тебя мягкие манеры я буду звать тебя кая что в переводе означает благонравный ты раб да я раб отвечал кая торговец я возьму тебя к себе и ты будешь работать у меня пока я не найду твоего мастера я согласен ответил кая я так давно ищу своего мастера он проработал на нового хозяина много лет тот научил его ткаческому ремеслу так у него появилось второе имя насаж его полное имя стало кая насаж благочестивый ткач после долгой безупречной службы почувствовав вину за эксплуатацию торговец сказал ему не знаю кто ты но теперь ты свободен и можешь идти кая насаж великий мастер пути без сожаления отправился в мекку потому что он открыл для себя как продолжать свое развитие не имея имени несмотря на то что с ним обращались как с рабом впоследствии он стал учителем многих выдающихся суфийских мастеров умер он более ста лет тому назад в возрасте 120 лет это экстремальный пример практике быть свободным от внешних обстоятельств я полагаю что этот суфий ставший впоследствии великим мастером по своей воле сказал да я раб он принял данную ситуацию за основу для своего обучения его внутреннее развитие продолжалось несмотря на то что у него не было имени и он был не кем его имя было просто дано ему кем-то что это за внутренние достижения о котором повествует история это растворение всех ментальных и концептуальных идентификаций всех отождествлений с формным тогда то что у вас за формой может проявиться во всей полноте то что у вас за формой глубокое чувство жизненной энергии покоя приходит изнутри когда вы преодолеваете зависимость от мыслей говорящих вам кто вы есть вы освобождаетесь от зависимости что говорят другие кто вы есть полная свобода от внешнего иногда случается что обстоятельства становятся особо неприятными возникает внутреннее сопротивление затем она переходит в глубокое страдание который достигает точки когда сопротивление прекращается сопротивление которое конечно в своей основе ментальные суждения о происходящем вы перестаете как-либо называть ситуацию она такова какова есть это начало освобождения от внешних обстоятельств не следует ждать находясь на палубе титаника когда тот пойдет ко дну или когда возникнут сходные обстоятельства вашей жизни они могут возникнуть а могут и нет нет никакой гарантии что тогда будет их полное приятие скорее всего в некоторых ситуациях невозможно полное приятие начните с простого посмотрите на свою жизнь и определите в каких ее сферах вы зависите от счастья и благополучия насколько ваши чувства состоятельности связано с внешними условиями как легко перемена в окружающим меняют ваше внутреннее состояние например вы стоите в очереди несколько дольше чем ожидали возникает раздражение 10 минут раздражение конечно это мысли я здесь уже десять минут слишком долго как только возникла мысли слишком долго тут же другая что-то нужно с этим делать это неправильно тело откликается виде эмоций чудесно наблюдать за происходящим поскольку если вы это видите в себе пробуждение началось он так было со мной в очереди этим утром это не ваш недостаток если так было все абсолютно нормально вы осознаете и это начало пробуждение более глубокое пробуждение если вы замечаете свою негативность в процессе действия обычно легче замечается по прошествии когда энергии скрывающиеся за мыслями не такие сильны вернемся к нашей ситуации жизнь состоит из похожих мелочей каждый день возникает что-то что расстраивает вас все нормально ухудшение настроения это начало страдания раздражение легкая форма страдания она переходит в злость в недовольство мысли начинают вращаться вокруг негативных эмоций практикуйтесь в простых ситуациях потому что механизму сложных событий такой же как и у простых как вы теряете внутренний покой очень легко ничего персонального многие из вас уже преодолели это я говорю о тех отдельных людях которые еще нет как легко теряется внутренний покой из-за мелочей затянувшиеся ожидания кто-то обошелся с нами не так как мы ожидали неприятности грубости на дороге кто-то сделал то что не должен был делать или сломалась какая-то вещь не потерялась вы забываете что наиболее ценно внутренние состояния душевный покой под покой я подразумеваю не мертвый покой не безжизненность когда вы лишили себя всех чувств и говорите я окей но вы не чувствуете жизнь подлинный душевный покой наполнен жизненной энергией чувством самореализации неотделимым от радости но не экстатической радости некоторые пытаются идти по жизни в постоянно приподнятом настроении но долго не получается не живой внутренний покой и жизненная энергия на заднем плане это самое ценное в вашей жизни гораздо более значимы чем где вы находитесь и что происходит вокруг из-за привычек ума вы очень часто теряете внутренний покой однажды осознав это вы можете наблюдать как быстро такое происходит когда вы действительно пробуждены вы в состоянии наблюдать механизма стоящий за всем этим а механизм это конечно возникающие мысли они говорят что так не должно быть они недовольны вы не замечаете что мысли нераздельно слиты с ситуацией если вы не замечаете что мысли и ситуации слились воедино это состояние бессознательности идет дождь вы говорите ужасный день вы смешиваете суждения с внешними обстоятельствами вы говорите ужасный день не осознавая что ужасный это ваше суждение а день таков какой есть и не вы долго стоите очереди ужасно нет вы путаете две вещи суждение и ситуацию но если вы отделите одно другого вы увидите вот то что есть и вот что мой ум говорит об этом приходит понимание что целиком верить каждой возникающей мысли значит моментально потерять внутренний покой ваше счастье становится зависимым от внешних обстоятельств однажды поняв это вы больше не верите суждениям вы оставляете их в стороне впервые осознав себе новую способность в ситуации которые вы обычно были недовольны которая раздражала сердила вас вы вдруг обнаруживаете о недовольство ушло нет раздражения когда приходят мысли вы смотрите на то что есть и остаетесь тем что есть потому что мысли только добавляют страдания физические ситуации может быть дискомфортной но без психологического страдания все таково как есть громадное освобождение прежде ваш ум говорил о месте где вы находитесь не хочу быть здесь но вы там вы пребываете там без интерпретации неожиданно все становится приемлемо так начинается освобождение от внешнего таково освобождение постоянно практикуйтесь на мелочах составляющих ваш день постепенно вы привыкаете входить в ситуацию без ментальных суждениями вы по-прежнему знаете что вам нужно делать и вы предпринимаете действия но не основанное на неприятии на негативной энергии и так стать свободным от внешнего центральная часть духовного пробуждения экстремальной ситуации случается относительно редко для практики достаточно нашей повседневной жизни люди наиболее действенная компонента вашего духовного пробуждения это другие люди они отождествлены со своим умом и легко вталкивают вас в идентификацию с вашим умом вопрос в том способны ли вы принять другого человека таким как у фон или она есть в настоящий момент так же как вы принимаете место где находитесь ситуацию в которой пребываете не придавая чрезмерного значения тому что говорит ум практикуйте это в своей жизни постоянно то что будет возникать больше и будет не концептуализированным сознанием не концептуализированной разумностью она не пассивно она начнет замещать собой то что действовало прежде созданное умом основанное на мыслях я с его пословленностью и реакциями я всегда в поиске на что бы теперь отреагировать эгоистический ум безотчетно ищет на чтобы отреагировать это отражается во всем что вы говорите или делаете обычно вашей жизнью управляет эгоистическое я состоящие из стереотипов мышления теперь оно постепенно заменяется глубиной разумностью не основанной на концепциях глубинная разумность входит и смотрит на мир без суждений чтобы не происходило в этот момент вы свободны от внешнего поскольку единственно зависите от внутреннего состояния вы зависите от внешнего пока верите мыслим о внешних условиях внешние обстоятельства включает в себя место ситуацию людей последователи некоторых древних учений искали истину экстремальным способом они становились бродягами обрывали все связи с чем бы то ни было переходили с места на место безо всего отбросив зависимость от внешних обстоятельств такова была духовная практика она не применима на западе из-за отсутствия соответствующие их культурной традиции мы должны использовать другие способы если вы хотите практиковать бродяжничество лучше делать это в индии на западе вас назовут бомжом или нищим в моей жизни был период бездомности прекрасный опыт он был бы ужасным если бы в моем уме были суждения на этот счет но он оставил всякие недовольства не называл ситуацию плохой не определял мою жизнь как бесполезно то есть не имел никаких мнений о том кто я есть без мнений без ментальных структур каждый момент был просто таким каким был так всегда есть это прекрасно уметь ценить жизненную энергию настоящего момента неважно какую форму тот принимает вот практика оставайтесь с вашим умом и будьте бдительны вы здесь он преподносит вам различные мысли не полагайтесь на суждение ума будьте глубинном необусловленном сознанием пребывающим за умом вызовы жизни очень полезны без них вы бы пребывали в спячке люди жалуются я бы хотел чтобы моя жизнь была более благоприятна для духовной работы я бы хотел чтобы у меня было больше времени делать то что мне нравится если мы посмотрим на великих создателей на условиях жизни то аристократы в прошлых веках были ли они великими художниками философами на удивление мало хотя у них не было нужды работать как это приходилось рабочему классу потому этот класс так и назывался другой класс не работал они владели землями шато во франции особняками в англии другой собственностью да они были культурно образованными много читали в домах держали большие коллекции живописи но очень немногие из них становились великими художниками или философами или писателями или учеными казалось бы их доля должна быть значительной поскольку у них были идеальные условия и мне надо было зарабатывать себе на жизнь нет и жизнь была недостаточно целеустремленной они или рассеянный образ жизни великим создателем как правило приходилось очень тяжело в жизни то же самое в духовной сфере не ищите благоприятных условий для духовного пробуждения очень распространенное явление конечно это все построение ума ум это любит он любит жаловаться насчет ситуации почему она недостаточно благоприятна для пробуждения если бы все было иначе если бы у меня было много денег чтобы повсюду путешествовать как это сделала одна женщина затем она написала книгу по которой позже сняли фильм если бы у меня были деньги на такой же его побывал везде посетил бы всех учителей я бы создал наилучшие условия для моего тела я бы поехал на всемирно известные курорты ежедневный массаж с ароматическими маслами прогревание горячими камешками лепестки роз конечно в таких условиях просветление произошло бы очень быстро однако если вы попробуете вдруг на вас свалятся деньги через несколько лет скажите мне как у вас идут дела вы обнаружите нет том что уму казалось наиболее благоприятной ситуации для пробуждения не обязательно на деле таково это было мнение ума к несчастью а может быть и к счастью реальность не такова странное дело но именно та ситуация в которой вы находитесь наиболее подходящий для вас чтобы с ней работали для своего духовного пробуждения эта ситуация правильно откуда вы знаете потому что так есть целостное бытие привело вас в данный момент он дан вам чтобы вы работали над ним чтобы вы применяли к нему свое сознание подобно тому как скульптуру дается кусок дерева вашей ситуации такой же кусок дерева для вашей работы некоторым людям их ситуации кажется слишком простой таких очень мало часто мы заблуждаемся глядя на других он хотел бы оказаться на его месте например вы прочитали о ком-то в глянцевом журнале какой-нибудь рассказ из жизни известных или богатых людей вы верите в то что вам сообщают но вы видите только лакированную поверхность это вовсе не жизнь если бы вы могли заглянуть поглубже во многих случаях вы бы увидели что те люди также несчастны как остальные в некоторых случаях гораздо несчастнее потому что им нечем мечтать они уже все имеют у меня все есть но я по-прежнему несчастен попробую какое-нибудь экстремальное переживание может быть она сработает я могу купить любой жизненный опыт любое химическое средство может быть они сделают свое дело я могу поехать куда угодно и могу позволить себе все через несколько лет вы думаете я не способен испытывать удовольствие и так ваша нынешняя ситуация дана вам как скульптуру дается материал для работы иногда кажется с некоторым материалом невозможно работать что можно сделать из этого но часто наиболее прекрасные произведения получаются из заготовки из которой казалось ничего сделать нельзя она требует более интенсивного сознания более пробужденного внимания если у вас трудная жизненная ситуация можно назвать ее кармой она требует большего присутствия чтобы преодолеть ее трансцендировать ее форму растворить старые образцы поведения если жизнь относительно легка ваш шанс выйти за персона невелик если же вы страдаете из-за жизненной ситуации ваша мотивация выйти за ее границы гораздо сильнее вместе с этим приходит умение принимать обстоятельства такими какие они есть ситуация представляет собой связующее звено между прошлым и будущим моя жизненная ситуация я был женат пять раз и четыре раза неудачно у меня проблема с бизнесом потом вроде бы выправилась но неудача снова ты кого прошлое как бы ум не интерпретировал его нет ни удачи ни победы есть то что произошло есть ваше возможное будущее куда бы вы хотели поехать в настоящий момент вы ищете способ улучшить финансовое положение решаете проблемы со здоровьем вы завязали в своей жизни вам нужно прорваться через непрерывную последовательность между прошлым и будущим через всю эту рутину и повседневность которая составляет вашу жизнь чтобы преодолеть ситуацию надо стать независимым от внешнего вот жизненно важное учение жизненная ситуация это все что вы делаете вовне это внешняя сторона вашей жизни сейчас может быть все хорошо затем может стать не так хорошо все это внешне в моем случае в так называемой моей жизни это просто словесный оборот большая часть моей взрослой жизни было беспорядочно в том что я делал куда шел было много глупости много начатого и брошенного бардак многим это может показаться созвучным потому что у многих их жизненная ситуация беспорядочно неаккуратная последовательность достижений вот я преуспел здесь вот преуспел там ваша стена увешана дипломами во многих случаях сумбур много незавершенного очень неопределенное будущее неясно куда вы стремитесь и что может произойти чем бы вы хотели заниматься какое-то время вы что-то делаете пока не перестаете все подходит к своему концу в мире форм но на более глубоком уровне с которым вам следует установить связь этот уровень не может быть найден вашей жизненной ситуации он может быть найден только в сингулярности странном своеобразие настоящего момента который я называю жизнь таким образом вы должны вычленить извлечь так сказать настоящий момент из хаоса своей жизненной ситуации в курсе чудес сказано вычленики настоящий момент из потока от прошлого к будущему коим является ваша жизнь ничья жизнь не свободна от проблем кажется что у других людей все нормально только у меня проблемы это не так у каждого свои проблемы просто они хорошо спрятаны необходимо выяснить что абсолютно реально в моей ситуации задайте себе этот вопрос ответом всегда будет настоящий момент единственная абсолютно реальная вещь в моей жизни это настоящий момент сейчас я сижу здесь разговариваю смотрю цветы дыхание ощущение жизненной энергии я вычленяю данный момент вот абсолютная реальность в жизни всегда то что вы называете жизненной ситуацией есть относительная реальность она менее реально чем сейчас ваше будущее следующий момент завтра ничто в сравнении с этим когда настанет завтра она придет виде настоящего момента поэтому жить с установкой что завтрашний день более важен чем текущий это сумасшествие вполне нормальный образ жизни будьте в таком состоянии сознания в котором вы все больше и больше настоящий момент ставите в центр вы по-прежнему улаживаете дела в своей жизни но у вас есть доступ к более витальному уровню даже идя на деловую встречу или на собеседование или сидя здесь и разговаривая с людьми или сидя здесь и пребывая в поисках работы потому что вы потеряли ее вы смотрите в интернете вакансии всякий раз извлекайте из вашей ситуации окей что реально существует в данный момент я в порядке или нет в жизни вы редко когда говорите я окей потому что вы уловлены в ментальное напластование в конечном счете в мысли ваше прошлое это мысли и эмоции в связи с этими мыслями ваше будущее это мысли и соответствующие эмоции в них нет никакой реальности кроме этих мыслей потому что когда происходило прошлое был настоящий момент и когда будет происходить будущее снова будет настоящий момент если вы не осознаете этого вы все время будете упускать полноту вещей я много раз говорил на эту тему но она выглядит новый даже для меня настолько это жизненно необходимо в курсе чудес говорится о вычленении настоящего момента из проблематичной жизненной ситуации что это означает удирение внимания настоящему моменту с этим приходит пробужденность затем вы понимаете что настоящий момент на самом деле не так уж и плох я думал моя жизнь ужасно но настоящий момент именно сейчас все нормально возможно даже более чем нормально если заглянуть глубже хорошо чувствовать свое дыхание даже если вы и потеряли работу которая была частью вашей жизни но вы по-прежнему дышите вот цветы вот небо жизненная энергия по-прежнему течет вашем теле все это настоящий момент внезапно вы можете испытать благодарность к жизни нет необходимости быть благодарным вашей жизненной ситуации как я могу если со мной случилось такое и не надо благодарите только настоящий момент вы осознаете что благодать здесь ум не знает об этом он не может получить сюда доступ из-за концептуального мышление это и есть независимость от внешних условий потому что в противном случае благо которое глубоко у вас вы ищите вовне и никогда не находите надолго иногда кажется вот но нет вы ищите счастье в разрешении жизненной ситуации хэппи-энд моей самой реализации даже если случается хэппи-энд что затем другие проблемы счастливым концом часто видится свадьба что приходит после лучше не рассказывать или такой счастливый конец я нашел крутую работу окей что наступает после проблемы связанные с этой крутой работой я не говорю что не следует ни к чему стремится вы по-прежнему участвуйте в мире форм вы продолжаете искать работу вы не говорите мне так хорошо сейчас не нужна мне никакая работа на какое-то время так было со мной пока в мою жизнь не вернулся баланс между внутренним и внешним поэтому я и говорю вам чего не следует делать как не следует поступать но если вы так поступаете это тоже хорошо если вам хорошо ok в моем случае чудесным образом универсум поддерживал меня все происходило само часто в самый последний момент я не знаю как буду жить завтра не то что послезавтра это работало уверенно иисус говорил об этом же посмотрите как живут цветы они не беспокоиться о завтрашнем дне они тотально в сейчас и жизнь заботится о них их поддерживает единая жизнь единый разум пребывающие в глубине всего единое сознание посмотрите на птиц на полевые цветы иисус хотел чтобы вы прикоснулись к природе чтобы вы почувствовали то что поддерживает природу также поддерживает и вас вы продолжаете делать что вам надлежит но без стресса все начинает протекать более легко если вы в поисках работа идете на собеседование чувствуя благодать по дороге сидя в автобусе вам хорошо вы смотрите на деревья на птиц на небо чувствуете жизненную энергию своего тела вы чувствуете в себе присутствие вы есть присутствие настоящий момент вам хорошо если вы на собеседование приходите не как маленькая а как тот кому хорошо здесь я уверена людям это понравится даже если их ум наперекосяк что-то они почувствуют вашем присутствии другими словами растет вероятность что вы получите работу если вы пришли с чувством я уже состоялся все будет протекать более легко а практика состоит в очленении настоящего момента настолько полно насколько возможно и перенос внимание на него вскоре приходит благодарность она неотделима от благодати настоящего момента вы чувствуете благо даже в неприятном месте поскольку благо пребывает за она в глубине в неприятных местах она сокрыта глубже благо не имеет физической локализации если бы от меня потребовали указать его место расположения я бы сказал это где-то здесь таково освобождение не только освобождение от внешних условий но и освобождение от ума жизнь начинает разворачиваться более легко она не решается проблем вызовы жизни постоянно бросаются вам но они локализуются и трансформируются потому что вы больше не жалуетесь на них у вас больше нет маленького я говорящего так не должно быть почему это случилось со мной этого не должно быть со мной но так есть без недовольного существа без сопротивляющегося образования ситуация незамедлительно переходит в сферу сознательного присутствия вызов трансформируется не ждите свобода от испытаний этого не произойдет это и не нужно все что случается с вами углубляет присутствие таким образом практика заключается в очленении настоящего момента тогда стресс прекращается периодически мне приходится выступать перед аудиторией я вам вкратце расскажу что я испытываю при этом допустим беседа назначена на восемь вечера я начинаю собираться в шесть если бы у меня были ментальные проекции было бы движение мыслей так мне предстоит выступать перед двумя тысячами человек что я им скажу будут ли слова достаточно убедительными понравлюсь ли я будут ли пришедшие достаточно восприимчивы что если не окажется нужных слов люди ожидают многого оправдаю ли я их ожидания это важное событие очень важная беседа так много людей будут из нью-йорк таймс о мой бог конечно же они все предвзято проинтерпретируют о мой бог была бы очень стрессовая ситуация я бы не смог не испытывать напряжение если бы последовал за идеей о важности предстоящего выступления я вычленяю настоящий момент я одеваюсь смотрю в окно за шнуровые ботинки сижу какое-то время дышу просто текущий момент только настоящий момент важное событие еще не стала реальностью за исключением мысли в голове я еще не там я здесь звонить телефон пришла машина окей я выхожу лифт схожу вниз на улицу ступеньки одна за другой сажусь в машину едем смотрю в окно дорожные движения люди дома таков настоящий момент очень просто ничего значительного приезжаем на место и дом в комнату отдыха сижу там им банан таков настоящий момент оставайтесь в текущем моменте это так естественно ничего не надо изобретать так есть вы сидите дышите кто-то входит в комнате громкоговоритель объявление начало шоу через пять минут я не знал что превратился в шоу я не втягиваюсь в мысли по этому поводу потому что есть только настоящий момент на сцене стул ничем не привлекательный человек садится на стол дышит смотрит что требует настоящий момент он требует от меня быть безмолвным и смотреть через какое-то время я понимаю что нужно что-то говорить часто я начинаю со слов убедитесь что вы целиком сейчас вы здесь в настоящем моменте направьте свое внимание на это никакого важного события все просто передо мной не тысяча а как бы один человек я разговариваю с одним человеком вот и все никакого ментального возбуждения вокруг происходящего пребывание в простоте настоящего момента люди ждут важных событий в своей жизни если вы ожидаете в будущем они не приходят если приходят вы несчастливы пребывайте в простоте настоящего момента и почитайте его жизни станет глубже не ждите великих событий жизни состоит из мелочей даже если вы стали важной публичной фигурой президентом америки даже он может делать что-то одно за один раз садиться в машину выходить из машины идти к столу отвечать на телефонный звонок разговаривать с людьми смотреть в камеру что-то одно за раз ложиться спать завтракать и так все время что-то происходит вместо жизни центрированные на прошлом и будущем то есть на вашей жизненной ситуации сделайте центром настоящий момент для практических целей вы можете направлять свое внимание в прошлое или будущее вы подготавливаете необходимое для будущего вы вспоминаете что-то из прошлого что вам нужно сейчас вспомнить не ищем в этом ценности кто вы есть потому что вы не в прошлом кто вы есть может быть найдено только в глубине вас в настоящий момент само присутствие в настоящем моменте когда вы сидите здесь этому трудно дать определение вы знаете что есть только присутствие все остальное сновидение но за сновидением свет сознания вы это вы не то что возникает в этом свете все приходит и уходит прекрасно секрет в том что вы все больше и больше пребывать здесь внимание сюда тогда все что вы делаете наполняется силой сила момента сейчас перетекающие в то что вы делаете вот практика постепенно вы освобождаетесь от персоны придававший тяжесть вашему я вы освобождаетесь от обусловленной сущности которые время от времени продолжает функционировать но есть нечто более важное сияющие сквозь обусловленную сущность иногда я вижу это в людях которым предстоит скоро умереть обусловленность отходит в сторону наступает сюрендер жизненная энергия и свет но не следует ждать смерти доступ к ним открыт сейчас это и случилось героем суфийской истории который впоследствии стал мастером чему он научился когда по своей воле принял положение раба он обучался ткаческому ремеслу но чему он научился на протяжении многих лет для него существовало только настоящий момент каждый день он ткал и просто присутствовал у него не было имени он был никто присутствие за процессом ткачество затем жизнь сказала что он может уйти и он ушел благодаря тренингу его персона растворилась возникло присутствие и он был признан как великий учитель он не искал идеальных условий они конечно у него были но он не думал о них как об идеальных условиях для пробуждения благодарите жизненную ситуацию за то что она привела вас в настоящий момент в котором вы пробуждаетесь я это говорю и о себе тоже все неправильное в моей жизни привело меня в настоящий момент все что пошло не так привело меня в сознание как на самом деле хорош настоящий момент своей глубине и тогда приходит благодарность а а Субтитры создавал DimaTorzok